Кто привык за победу бороться, с нами вместе пускай пропоёт. Кто весел, тот смеётся, кто хочет, тот добьётся, кто ищет, тот всегда найдёт. Ну, как говорится, вот и дождались. Включаем компьютер. Компьютер 2012 года. Прекрасная машина, работал. А вот теперь. А теперь не работает. Да, расходы, расходы. Ну что, я, конечно, могу поработать на маленьком компьютере, скорость будет не так, комфорт не совсем тот. Но работать можно, работать можно, вот такие-то дела. Всему подходит своё время, всему подходит свой срок. Ну что, да, старикан, кто уже имеет свой срок службы. Ладно. Однако, однако, отключил все диски, отключил второй компьютер, ба, заработало. Работает однако, старичок, и мы поработаем сейчас, подключим все эти диски. Заработал. Заработал. Заработал, все диски появились. Надо же, вот. И техника, и техника. Доброго здоровьи, уважаемые посетители моего канала. Ну, давайте начнём. Начнём, вот, послушаем вот это. Меня зовут Питер Гётша. Я являюсь директором Скандинавского Кокрановского центра в Копенгагене и профессором проектирования и анализа исследований в Университете города Копенгаген. Два года назад мне стало известно, что назначаемые врачами лекарства являются третьей из основных причин смерти после сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Лекарства ежегодно убивают примерно 200 тысяч людей в Америке, и половина этих людей умирает, выполняя то, что им предписали их врачи. Они умирают от побочных эффектов. Другая половина умирает из-за ошибок. И зачастую это ошибки врачей, потому что любое лекарство может войти в противоречие с 20, 30, 50 противопоказаниями, и ни один в мире врач не знает об этом. То есть пациентам назначается лекарство, которое не следовало назначать, потому что они опасно взаимодействуют с другими лекарствами или едой, после чего пациенты умирают. И это другая половина. Вот что еще я узнал два года назад. То, чем занимается фармацевтическая индустрия, согласно законам США, больше подходит под критерии организованной преступности. И зачастую они ведут себя как мафия. Они подкупают всех, кого только можно подкупить. Они подкупают любых людей. Ну что, прослушали? Что бы я хотел сказать? Очень, очень и очень осторожно относиться к разного рода рекомендациям официальной медицины. Прежде всего, включать здравый смысл, потому что все отбрасывать ни в коем случае не надо. Но все это дело для себя обдумать, прежде чем что-то применять. Чтоб был положительный эффект. Но я хотел вам рассказать следующее. Следующее. Этот видосик первый лег на тему вот этого второго основного. С чем я бы хотел вас ознакомить и особенно обратить внимание. Я все вам говорю причины, следствия и прочее, прочее, прочее. Но это как-то не так уж доходит, как думается. Работа непростая. Но в то же время, бывают такие случаи, если вы не вникаете в это дело, то просто-напросто вы свою жизнь вот так вот перечеркиваете. Пример. Добрый вечер, уважаемый Геннадий Петрович. Хочу с вами проконсультироваться насчет своего сына. От рождения он страдает атопическим дерматитом. Были сильные высыпания по всему телу, красные, мокреющие. До трех лет аллергия была на все продукты, сидел на диете. То есть уже там был, знаете, организм поражен весь, так сказать, весь. Поили его козьим молоком, скорлупой яичной с лимонным соком. В три года купили в Краснодаре у травницы траву. Он, какая, не знаю, пропили и ребенок наш очистился и от красных пятен и экзем. Когда уже прошло три года, и вот эти все болезнетворные, они просто-напросто, ну да, где-то они ушли, не без того. Но одного курса явно было мало. Просто-напросто вся эта инфекция, все эти вот паразиты, микропаразиты, они притаились от всего этого и ждали очередного момента. При этом частично привыкая к вот той траве, которая на них подействовала. То есть все у нас привыкает. Вот читаем дальше. Вроде очистился, и все вроде бы хорошо. Стал все кушать, кожа была чистая, рос обычным мальчиком, болел редко. Если заболевает, я его поила перекисью водорода, обливала холодной водой, простуда проходила за один день. Это только от простуды. Знаете, вот опять-таки, если у человека возникает простуда, это говорит о том, что имеются микроорганизмы. И одно дело, перекись водорода где-то тут их уничтожит, на периферии. Но внутри-то они сразу разбегаются внутрь и притаились, и ждут. Обливание холодной водой, ну, в некоторых случаях это помогает. Но если, важно понимать, имеется инфекция, то обливание холодной водой на нее особо не подействует. Холодной водой до 7 лет, то есть с мамой...